Всем привет! Меня зовут Наталья и я отвечаю на детские вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Антона Макарова и Ильи, 7 лет. Сколько может пролететь птица и как они ориентируются в полете? Но тут сразу два вопроса, поэтому, извините, получится может не слишком коротко. Итак, сколько же может пролететь птица? Птицы бывают разные. Есть птицы, которые ведут осёдлый образ жизни и для них не свойственны длительные перелеты, но есть птицы, которых можно назвать настоящими рекордсменами перелетов. Ну и самая, пожалуй, с этой точки зрения интересная птица, это полярная крачка. Она не случайно называется полярной, поскольку она в течение года делает перелет сначала из Арктики в Антарктику, а потом в обратном направлении. Таким образом, она за год пролетает около 80 тысяч километров. Согласитесь, в общем, цифра достаточно впечатляющая. И ещё один интересный факт. Мы знаем, что в северном и южном полушарии лето наступает в разное время, то есть в январе, когда у нас разгар зимы, в южном полушарии в Антарктике разгар лета, и поэтому полярная крачка, пожалуй, единственное животное, которое умудряется за год прожить сразу два лета. Вот такой вот удивительный факт. Есть птицы, которые практически не садятся в течение всей своей жизни. Сложно сказать, сколько они за жизнь пролетают. Ну, например, странствующий альбатрос. Это птица с самым большим размахом крыльев, которая достигает четырёх метров. Она практически всю свою жизнь проводит в полёте, присаживается иногда на воду, ну, там, например, чтобы подремать или схватить какую-то добычу. Но всё-таки взлетать ей с воды не очень удобно, поэтому она предпочитает парить. За счёт того, что она практически не взмахивает крыльями, она не тратит на этот полёт много энергии и может долго оставаться в воздухе. Ну, а, в общем-то, суши ей необходимо, ну, практически исключительно для того, чтобы оставить потомство, чтобы построить гнездо, отложить яйца и вывести птенцов. Возникает вопрос, а вот маленькие птицы, насколько они хорошо способны летать и сколько они могут пролететь? Ну, вот наши, например, мелкие воробьиные птицы, которые зимуют в других странах, в течение перелёта пролетают примерно по 500 километров в день. Согласитесь, тоже, в общем-то, цифра такая довольно впечатляющая. Интересно, что есть ещё птицы, которые являются рекордсменами по высоте полёта. Ну, наверняка вы летали на самолётах и знаете прекрасно, что, во-первых, с высотой падает температура сильно. Вот если в самолёте летите, там на табло показывается, какая температура за бортом. И, кроме того, падает атмосферное давление и в воздухе становится очень мало кислорода. И, между тем, на таких огромных высотах летают некоторые птицы. Ну, например, гуси способны пролетать над Гималаями на высоте около 9 километров. В общем, тоже согласитесь, что это очень впечатляющая такая способность. А когда летят птицы? Оказывается, что разные виды птиц летят в разное время суток. Есть птицы, которые летят исключительно ночью. Ну, например, это перепела или вальшнопи, лысухи. Есть птицы, которые летят исключительно днём. Ну, например, это лебеди или журавли. А есть птицы, которые могут лететь и в дневное, и в ночное время. Ну, в частности, например, поганки, гуси или гагары. Ещё один вопрос. Как они летят? Во время перелётов, согласитесь, существует какой-то маршрут, да, у птиц. Потому что, как правило, птицы, ну, например, наши деревенские ласточки, они зимуют в Южной Африке. Возникает вопрос, а как они туда летят? Летят ли они по прямой по кратчайшему маршруту? Нет. Как правило, птицы не летают по прямой, а избирают наиболее удобные маршруты? Потому что, во-первых, им нужно останавливаться в пути, да, поэтому птицы стараются, например, как правило, избегать каких-то крупных водных преград. И если есть возможность лететь над суши, они стараются именно это делать. То есть они летят, например, вдоль береговой линии, и поэтому часто вот в районе каких-то проливов, ну, например, пролив Босфор, это такое место, узкое горлышко, где можно наблюдать большое количество перелётных птиц во время миграции, когда они летят на зимовку, и с зимовки, соответственно, обратно весной. Есть ещё одна проблема у водных птиц, да, у птицы водные, которые нуждаются в водоёмах пресных, они стараются свой маршрут проложить так, чтобы по дороге встречались пресные водоёмы, на которых они могут остановиться и отдохнуть. Как узнают птицы, что им пора лететь? Тоже странный вопрос немножко, да, но вот тем не менее известно, что у птиц в тот момент, когда должна происходить миграция, даже у тех птиц, которые живут в неволе и вроде бы улетать никуда не надо, у них происходит изменение поведения, они испытывают сильное беспокойство и стремление лететь. И ещё один такой важный фактор, который на это влияет, это длина светового дня. Но это, естественно, для тех птиц, которые живут в природе, а не в условиях неволи. И ещё один важный вопрос, как они вообще, в принципе, могут ориентироваться в полёте. Но вопрос давно уже интересует учёных, и до сих пор на него нет абсолютного ответа. То есть есть несколько предположений, ну, по крайней мере, мы точно знаем, что птицы используют сразу несколько систем ориентации. С одной стороны, у них есть такое врождённое чувство ориентации, они хорошо чувствуют магнитное поле Земли. Мало того, по мнению учёных, вполне вероятно, что они это магнитное поле не только чувствуют, они его могут видеть, поскольку в глазах в них находится специальный белок, называется он криптохром, который позволяет магнитное поле, невидимое для человеческого глаза, визуализировать. Но на самом деле, вот с чем связано магнитное чувство животных, как они чувствуют магнитное поле и по нему ориентируются, до сих пор не совсем всё ясно. Даже не очень понятно, где находится тот орган, который мы можем назвать их компасом. По одним предположениям, это глаз, другим предположениям, это часть внутреннего уха, и по третьим предположениям, это надклювье. А может быть, часть этой системы расположена во всех трёх местах. Но мы точно знаем, что помимо того, что птицы ориентируются на магнитное поле, большое значение в их миграциях имеют хорошую память, они запоминают ландшафт, его особенности, реки, возвышенности, равнины, какие-то объекты человеческие, например, магистрали какие-то, которые хорошо видны с воздуха. Они являются для них, безусловно, ориентирами и, конечно, тоже помогают им найти дорогу домой. И, кроме того, как это ни странно, многие птицы ориентируются по запаху. Долгое время считалось, что обоняние в жизни птиц не играет существенной роли, и оно у них либо совсем отсутствует, либо очень слабое. Но в последнее время интерес к обонянию птичьему у учёных возрос, и мы всё больше узнаём фактов о том, что обоняние для них очень важно, в том числе и важно для того, чтобы птицы нашли дорогу домой. Но, конечно, если деревенская ласточка находится в Южной Африке, она не может почувить свой дом на таком огромном расстоянии, конечно, обоняние играет роль на более коротких расстояниях, но, тем не менее, тоже важно. То есть, конечно, ориентироваться в пространстве, особенно преодолевать такие огромные расстояния трудно, безусловно. И, безусловно, надо использовать все возможные способы, особенно если у тебя нет карты и компаса. Ну что ж, друзья, спасибо за внимание. Присылайте нам свои новые вопросы, пишите комментарии, не забывайте подписываться на наш канал. И всем пока!